Если все сталинские высотки, каждая высотка для формирования мощного поля и снабжения вот этой стоячей волной, вот этой энергии беспроводной и бесплатной целого города, они построены в разных местах, если бы все это успели включить, то врагам было, они даже в Варшаве, вот эта вот сталинская высотка стоит, они есть, ну во всех крупных городах были построены, где успели? Ну были бы тогда. И вокруг Москвы цепь была, да, сделана, и вот силовое поле было бы вокруг всей Москвы. Ну и соответственно в обычном режиме это просто здоровье, просто бесплатная энергия и прочее. Как Питер-то продержался? С освещением, с промышленностью работающей, в полной изоляции? Там не было ничего. А, ну это из генерации. Да. Я когда, ну у меня же есть об этом видео, да там следил. Как заводы эвакуировались и буквально нам через неделю начинали работать после эвакуации, станки подключались, где бралось электричество в Сибири, в голом поле, в чистом. Ну понятно, что там уже фундаменты были. Когда никакого ничего. А, ты сам делал про ВДНХ ролик, там свободная энергия, там ничего не подводили. Тоже ВДНХ еще было чистое поле. Про ВДНХ, кстати, я просто тоже до этого никак руки не дошли. Вот там вот эти выставка, начиная с 1939 года, если по фотографии посмотреть, и дальше уже там 50-е годы. Один в один, как всемирные выставки XIX века. Те же самые технологии. Все были. Во всех павильонах. Да, тоже сам. Архитектура, технологии. Кроме новых, там же посносили много, но вот те, которые старые, они один в один с теми. И приборы эти демонстрировались, такие же, как на тех выставках. Да, да, да. Куда все делось? Хороший вопрос. Туда же. Туда же, да. Туда же. А, да, еще один момент. Что-то сохранялось, вот эти павильоны, где что-то сохранялось, они или в запустении. Перестраивались там. Один сейчас в перестройке, другой запустение, этот там ресторан какой-то, Золотой Колос. А в 15-м году, в 2015 году, один из павильонов сгорел. Случайно тогда. Как все павильоны. А там, об этом есть репортаж, там так сказано. Сгорели старые фрески и старые светильники. Спасибо, ребят. Сами сказали. И проводные. Что вы сделали, да. И зачем? Выборочный такой пожар. Бац, и загорелся. А че? Сжигают только то, что допотопные, да. Да, то есть... В церкви старые. Купола только горят. Вот, вот, свечки внизу все, а сгорают купола. Странно, да? А именно потому, что вот в них-то это рупорная антенна, именно они отвечают за состоячие волны, да, но... Ну, если старые купола, да, то их тоже сгорают почему-то, да. Листовое железо, там бывает, ой, железо, медь, в сантиметр толщиной. Там, если его сдать, может, там пять церквей таких построить, потому что кирпичи, тем более современные, дешевые, говно. Она же после пожара-то металл-то остается. Ну и хорошая. Крыши меняют бесплатно. Убирают, да, короче, все, да, что-то. Вот эти вот медь, медь, ажку забирают, а дешевые железы кладут. Благодетели, блин. Там же все, все крыши медные, медные листы, как на Исаки. Я уверен, что из трех куполов Исаки, средний, который 200 тонн амальгама, это золото и ртуть. Уже куда-то делся, он только, видимо, в истории остался. Просто вангую, нет его, нету 100 тонн золота. Никто не позволит, чтобы просто так. Скорее всего. Да, они, скорее всего, это гарантированно. Так что, уничтожают по-прежнему, ничего не надо делать. Те твари еще здесь. И они построили общество, в котором мы, как еда и батарейки. И в матрице почти все верно показали, кроме некоторых деталей. Первое, что это было не здесь. Второе, в той части, что это здесь. Мы, еда и батарейки. А небо открыто. И никакой войны с машинами нет. И не было. Все уже порабощено было, когда там все начало происходить. Об этом есть нашим сеансам вспоминаний. Но это своеобразно. Не все поймут, не все увидят. Но чье-то сознание достаточно открыто, чтобы сложить пазл с тем, что происходит сейчас. А то, что происходит сейчас, это предсказуемо, понятно, объяснимо. И, в общем-то, известно, что будет дальше. Но об этом тоже не стоит говорить. Ибо стрейк. Вот так вот нас поставили. Вот так, Женя. Вот так вот.